друзья мои всем привет сегодня разберем очень классный рельефный узор а рельефности у него просто сверх нормы поэтому подойдет для вязания очень интересных идейных изделий раппорт составит фактически две петли и 8 рядов по высоте ну по правилам получается 4 петли потому что мы будем менять петли в шахматном порядке переходим к мастер-классу все внимание на экран пряжа в образце там текс акварель первый ряд раппорта кромочная петля 1 петля переснимается не провязывается нить перед работой а далее лицевая повторяю переснимаю петлю за заднюю стенку нить перед работы и лицевая провязываю за переднюю стенку второй ряд кромочная петля изнаночная далее за следующую петлю завожу спицу вытягиваю нить провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить получается вот такой вот узелок повторю изнаночная петля завожу спицу, за следующую петлю вытягиваю нить, петлю провязываю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. Это второй ряд. Теперь третий ряд кромочная петля. Первую петлю переснимаю нить перед работой, а далее лицевая. Повторяю, переснимаю петлю нить перед работой и затем просто лицевая петля. Четвертый ряд кромочная, изнаночная и лицевая петля. Здесь все просто. Очередуем изнаночную с лицевой петлей. До конца раппорта осталось еще четыре ряда. Провяжем их точно так же, но изменим позицию петель в шахматном порядке. Кромочная петля. Первая петля провязывается лицевой за переднюю стенку, а следующая петля переснимается нить перед работой. Лицевая и переснимается петля за заднюю стенку, нить перед работой. Шестой ряд кромочная петля. Завожу спицу за первую петлю, по ходу вязания вытягиваю нить и провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. Далее просто изнаночная петля. Завожу, вытягиваю, провязываю петлю лицевой, нить перекидываю вытянутую и изнаночная петля. Седьмой ряд кромочная, первая будет лицевая, а далее петлю переснимаю нить перед работой. Еще раз лицевая петля и переснимаю петлю нить перед работой. Восьмой ряд будет заключительным, провязываем его лицевая и изнаночная. На этом, друзья, я завершаю мастер-класс. Узор на самом деле очень прекрасный, идейный, поэтому не забудьте поставить лайк и по возможности оставить позитивный комментарий. Подписывайтесь на канал. Я желаю вам отличного настроения. Мы скоро увидимся. Всем пока!